Мы сейчас зимуем в Сочи, но не об этом. В 2019 году мы пропутешествовали весь Крым, снимая отели, гостевые дома, ну, в общем, недвижимость. В 2020 году мы пропутешествовали Крым путем бомжуя в Крыму, мы путешествовали с палаткой. Вообще зашло. И вы знаете, Крым это удивительное место, очень интересное, но там есть и вопросы, и затыки, которые нам приходилось решать в 2019 году и в 2020. Так вот, мы написали свой собственный гайд, авторский, который поможет вам пропутешествовать Крым с легкостью, с наслаждением. Вы кайфанете. Приобрести наш гайд можно очень просто, просто написав нам в директ. Почти 100 страниц, весь наш опыт, около 150 локаций. Путешествуйте. Ребята, всем привет, вы на канале Семья на чемоданах, меня зовут Славян. Вот мой инстаграм, подписывайся. Мы сегодня все в сборе, Настенька. Вот ее инстаграм, тоже подписывайтесь, Настенька там чиркает записки сумасшедшего про беременность. Сегодня все в сборе, приехали погулять в центр Сочи. Сегодня будем гулять по парку Ривьера. Недавно я снял выпуск про топ-5 бесплатных мест Сочи, которые можно посетить. И последний из них был как раз парк Ривьера. И сегодня сделал такой там обзорчик, покажу, что там есть, какие в расстройках, какие там есть аттракционы, что есть бесплатные для детей. А в заключении выпуска, ребята, мы с вами пройдемся на один из самых классных пляжей Сочи. Парк Ривьера, он находится там, вон там. Там тоже погуляем и посмотрим обстановку. Давайте начинать, погнали. Так, друзья, и начинаем мы с вами наше путешествие по центральному Сочи. Здесь можно увидеть реку. Это, ребята, река Сочи. Так она и называется. Нам нужно сейчас попасть на мост. Вот мы сейчас здесь перейдем на мост и переходим туда. Здесь разрушили здание. Что тут было, не помню, но буквально месяц назад оно здесь было, потому что я здесь гулял. А парк Ривьера находится вон там. Так, ну что, пойдемте с вами на мост. Вот так, ребята, мы с вами поднялись на мост. Здесь идет, значит, дорога, виды на бетонные сооружения. Но здесь открывается интересный вид на реку Сочи с моста и на постройку, которую снесли. Кто в курсе, что было за здание, напишите, потому что я когда здесь гулял, я прям спускался по вот тем, Родион, по вон тем ступенькам и гулял по набережной. Сейчас вот все закрыто, да, можете сами увидеть. Видимо, все готовится к сезону, либо это какой-то самострой. Я не знаю, ребята местные, кто смотрит выпуск, пожалуйста, напишите, что было за здание. А вот в этом пролете уже открывается классный вид на горы, да, по-прежнему река. Нам нужно сейчас будет перейти снова дорогу. И мы уже вот с вами заходим в парк Ривьера. Стоит памятник жемчужин с часами. Сейчас ближе подойдем, посмотрим. Вот здесь обнесли, в общем, таким забором. Да, здесь было прям широко. Сейчас кадры вставлю, покажу, как тут было. Так, друзья, я, походу, сообразил, что за забором вот эта локация есть на пляже. Ну, вот тут вот этого нету сейчас. Пройдем, посмотрим. Челлаут-зона это есть. А вот тут, наверное, будет выстраиваться вот такой вот переход красивый. И сделают вот такую лестницу. Вот. И, скорее всего, из-за этого все там разрушили. Будут делать. Так, все, погнали в Ривьеру. Ну что, ребята, вот такая здесь единичная фото локация. Как-то задолбали эти родители. Сейчас мне часы. Так, они правильно показывают? Да, слушайте, часы идут. Без 20-12. Тюльпанчики высажены классно. Нет, ребята, 1 апреля. Классно. Вечно зеленый город. Кайфово. И, собственно, вход в сам парк. Так, ну что, ну что, давайте начинать гулять. Парк основан в 1898 году. Ничего себе. Классно. Ну вот, мы зашли сюда, ребята. Парк абсолютно бесплатный. Кстати, да, сразу покажу вам часы работы. С 6 до 23. И вот если вы хотите классные фоточки, чтобы вам никто не мешал, вот именно к 6 приезжайте, и тогда все будет very good. А сейчас здесь народу уже достаточно. Да, красивая аллея. Здесь в вечернее время все очень интересно подсвечивается вот этими с лампочками классными. И сразу есть доска. Пойдемте посмотрим, что это за доска. Доска какая? Почета. Почета. Понятно. А, ну, короче, кто делал высадки и в каком году? Есть интереснейший. Смотрите, какая скульптура. Стоят два чувака. О, у них на голове лампа, она тоже светится. Ну что, интересно. Достаточно классно даже с первых моментов. Смотрите, есть классная зона. Ривьера, Wi-Fi. Здесь можно подзарядить телефон и очень посидеть с ноутбуком. Да, красивый люк. Вон, пацаны, заметили. Даже люк покрасили. Молодцы. Морякая зона. Можно даже почитать. Здесь, смотрите, представлены даже книжки. Можно просто взять и посидеть, почитать. Смотрите, как классно. Вот. Вот, классно. Можно просто зарядиться. Видите, заряжайся. А провода? А, ну, со своим проводом. Здесь зарядки всякие. Да, прикольно. Ладно. Продолжаем путь. И есть схема парка. Так, ну, даже судя по карте, да, он достаточно обширный. Здесь есть арт-ярмарка, дача Хлудова или Хлудова, как правильно. Дельфинарии, зоопарк, столовая, конный театр, зеленый театр. Колесо обозрения. Короче, куча-куча всего. Куча-куча всего. А это тактильная. А, я понял. Это для, ну, слепых, да, то есть тактильная, подходите. Вот, ну, прикольно. Молодцы, заморочились. Так, друзья, смотрите, здесь вот есть на входе сразу деткам половить рыбу. Есть поп-корн по 100 рублей, стаканчик 0,6. Все, огромное количество высадок. Смотрите, галерея выставок, дом великана. Да, прикольно. И пошла такая центральная аллея с белыми лавочками. Ну, естественно, мороженое. У нас кайфовая погода. Классно. И вот каждое дерево, получается, все с чего-то высажены, видите, в честь столетия парка Ривьера. Так, здесь вот такая скульптура. Детвора пристала. Настенька сфотографировалась. Ну, и, конечно же, ни одна локация в Сочи не обходится без вот таких вот установок, как Олимпиада. Что напоминает, да, что здесь была Олимпиада, типа, I love you в Сочи. Тоже такая фото, фото-зона. Здесь повсюду, значит, есть бесплатный Wi-Fi. Поэтому, кто с какими-то сим-картами, роуминге, то можно, конечно, подключиться. Стэббэк. Символ этого года. И вот тут, ребята, находится туалет. Так, там уже аттракционы детские. Опять фото-зона. Парк Ривьера. И пошли в столовки. Галактика-аттракцион. Так, ребята, здесь также есть парк Юрского периода. Ну, не знаю, здесь такие, конечно, эти парки динозавров, что что-то как-то вообще нам ничего не зашло. О, смотрите, здесь есть аттракцион, видимо, какой-то. Пираты Карибского моря. Установлен такой большой корабль. А, ну да, комната страха, короче, это понятно. Видимо, на паровозе так заезжаешь туда и погнал. Так, вот возле деревьев такие чилл-аут-зоны. Ну, здорово. Очень приятно, чистый. Ну, понятное дело, короче, кафешек очень много всяких разных. Такие мостики, все высажено. Есть мостики, где, видимо, можно пристегнуть замочек. Здесь, наверное, свадьбы приезжают. Да. Так, и мы прям подошли с вами к такому... Ага, это мы возле дельфинария. Так, и вот по левую руку есть зоопарк Рио и дельфинарий. Так, есть аттракционы для детей. Ну, вот многие говорят, что раньше это был просто какой-то парк, а сейчас это такой дельный стал парк с множествами аттракционов. Но не факт, что здесь всем детям можно кататься. Нужно, конечно, пробовать. Ну, в целом нормально. Так, повсюду попкорны. Паровозик такой. Так, есть шоу крокодилов. Ну, понятно, это, короче, все к дельфинарию относится. Кинотеатры Cinema 11D. Различные скульптуры. Так, что-то еще вот не работает. Видите, забором закрывают. Видимо, готовятся потихоньку к сезону. Так, здесь, значит, смотрите, еще есть теннисный корт. Видимо, здесь как-то, да? Корт Евгения Кафельника. По, как даже так вот называется, скульптуры установлены. И дальше начинается конный театр. Слушайте, ну вот есть в Адлере, вот где мы живем, да, в Эмеретинке. Тоже такой парк, да, с аттракционами. То в любом случае лучше, конечно, приехать сюда, потому что здесь выбор больше детских аттракционов. Вот еще есть фотозона. Видите, какая? Ага, фото-видеосъемка только запрещена, нарисована. Есть кафе и магазинчики. А, ну это вот конный театр, собственно. Понятно. Мне, короче, больше нравится, что на улице очень тепло. У нас сегодня порядка 17 градусов. Не жарко? Прям комфортно. И все зеленое. Это не может не радовать. Ну и, ребята, можно заметить, что далеко не все аттракционы работают. Все только готовится к сезону. Мы здесь не были зимой, но парк вроде как функционировал. Я, конечно, думал, что здесь он работает круглый год, без передыху, учитывая, что поток туристов вообще не останавливается. В этом году так точно. Здесь такая аллея классная, пальмы. Не скажу, что они высокие, но такие нормальные. Памятник Маяковскому. Есть памятник дельфинам. Здесь фонтан, аллея. Красиво, ухожено, художники. Так, здесь у нас что? Здесь зеленый театр. И вот есть такие скульптурчики чебурашки, гена и как ее там зовут, не помню. Баба-яга. Так, наверное, здесь тормознемся, где так сфотаем. Так, в общем, ребята, чуть в углублении есть еще один туалет. Есть прыгалка. Есть вот такие зоны с таким навесом. Теневое получается летом. Это очень актуально. Да, вы меня мешок идти. Чуть вдали. Кстати, я хочу вам показать. Это есть очень интересные камни, а там колонка. Есть дом-перевертыш, в принципе, по традиции везде. Опять кинотеатр и попкорн. В общем, ребята, тут есть такие шары. Как растениями пахнет здесь. Дом, да, вот мы можем поближе подойти. Там дальше есть туалет. Колесо обозрения очень маленькое вообще. В общем, друзья, здесь все красят, обустраивают, готовятся вплотную к сезону. И вот оно, фу, упаковка не сильно краской. Вот оно колесо обозрений. Я не знаю, что вы там увидите на высоте, но оно очень маленькое. Вот на Ахуне большое колесо. И вот еще получается очередной вход-выход. Есть карта ривьера. Вот грядки усаживают ребята. Вот, собственно, вот такой вот парк. В общем, ребята, это мы с вами прошлись по центральной улице. На ней, в принципе, расположены вот эти все аттракционы, кафешки. А есть ответвление еще на левый и на правый. Вот мы сейчас пошли как бы, назовем это налево, если как заходить. И здесь просто можно понаслаждаться высадками, деревьями. И здесь такая уже более спокойная атмосфера. Не долбит музыка. Почти нет людей, но опять-таки, да, потому что, наверное, межсезонья. Там вот мне просвечивается детская площадка. Сейчас подойдем. Ну, мне, конечно, очень симпатизирует то, что парк чистый. Убирают, следят. Вон она, детская площадка. В общем, здесь такой получается сквер. Просто до лавочки. Там есть еще один выход. Вот если вам так нормально просматривается. Птицы, воздух великолепный, тепло. Ну, классно. Даже просто приехать сюда погулять на пару часиков, передохнуть от сочинской суеты, да, особенно может быть кто-то местный. Это дельный парк. Мне зашел. Ну, и вот такая здесь детская площадка. Каких годов, только не знаю. Но она явно не похожа на современную. Здесь вот йога-зона. Видите, здесь такая сценка небольшая. И, видимо, здесь проходят занятия по йоге. Так. Постройка. А, это вот и есть зеленый театр. Только, получается, с другой стороны. Так, еще мы сейчас с вами подходим к какому-то зеленому зданию. Получается, вот фонтан вы видели. Я вам показывал. Вот как бы с той стороны, да. А мы, получается, сейчас заходим с вами с другой. Сейчас посмотрим, что за вот эта вот постройка. Так. Так, а это, а это у нас, ребята, а это у нас ничего. Вот так вот. Ну, возможно, тут что-то и было. Может быть, сейчас на реставрации, судя по тому, что баннером таким большим закрыли. Поставили коней. И вот такая вот здесь площадь, да, если ее можно назвать. Просвечиваются снежные шапки. И дальше дорога уходит туда. И можно вернуться на центральную улицу, либо погулять по тем улочкам. Здесь много установлено вот таких вот памятников. Вот эта Крылову. Голова. И там вот еще чья-то голова. А вот еще голова. Слушайте, а голов-то много. Так. А это... Некрасов. Вот. И фонтан. Лавочка такая стильная, да, в стиле сердечек. И сидушка, и спинка. Так, и вот они, видите, улица туда пошла, туда, туда. В общем, можно вообще погулять абсолютно по любой улочке, какая вам только нравится. Вообще, ребята, знаете, на самом деле вот такой большой парк, а все аттракционы в каком-то плачевном состоянии. Бетоны какие-то вот все торчит как-то. Смотрится это все не очень. И, конечно, если бы здесь сделали еще и платный вход, то, конечно, я бы вообще этого не понял. И возмущался бы на этот счет. Ну, в целом, если, говорю, вот приезжать из-за глубинки, да, где такого нету, то, конечно, заходит. И, наверное, у нас так вот все и выезжает. Основываясь на такое, что типа... А и так сойдет. Так, здесь вот еще получается какой-то сквер. Ты мне потом хлопку спросишь? Зданица с какими красивыми входными группами. Смотрите. Та-танц, красота. Так, и спускаемся вниз. Ну вот, здесь даже есть бассейн. Слушайте, а что это за здание? Напишите, пожалуйста. Тут люди даже купаются, вон, отдыхают. Вот так вот. Чего ты глядишь? А вот мы сейчас с вами, получается, попадаем вот на такую высадку деревьев, где вот каждое дерево кто-то посадил. Вот летчик-космонавт. Дальше вот тут вот дерево посадил, опять летчик-космонавт. Еще один летчик-космонавт. Короче, каждое дерево, да, кто-то посадил. И здесь есть информация, кто конкретно сделал данную высадку. Главный секретарь какой-то. Это, кстати, вот все магнолия, называется как-то крупная, крупная листовая, что ли. Так, скульптура сказки. Так, ну и все, вот мы снова с вами вернулись на центральную улицу. Вообще, огромнейший минус данного парка, это то, что на аттракционах не принимают карты. Вот мы сейчас хотели детей сводить в комнату смеха, подошли, а им и не перевод нельзя сделать, и по карте рассчитаться нельзя. В итоге получается, что мы остаемся, все дети остаются без комнаты смеха, и это, конечно, минус. Если кто смотрит данный выпуск, делайте побольше репостов, чтобы устанавливали терминалы, чтобы обращала на это внимание администрация. Потому что люди не ходят уже, далеко не все ходят с наличными деньгами, хочется просто рассчитаться карты. А получается, что ты приезжаешь, и все, и вот. Нигде даже не покататься, потому что здесь только нал. Что думаете по этому поводу, пишите в комментариях. Вот такой вот парк. Как вам? Пишите комментарии, кто здесь гулял, рассказывайте. А сейчас я вас приглашаю погулять на пляж Ривьера. Посмотрим, как там дела, как там готовятся к сезону, и сколько вообще сейчас людей, учитывая, что у нас тепло. Погнали! В общем, смотрите, на входе висит такая табличка, что идет второй этап благоустройства. Вот здесь, короче, типа будет так. Но посмотрим, как будет. Возможно, в мае здесь уже будет более-менее все понятно. Но, по крайней мере, да, сейчас очень много вот этих заборов. Вот этих заборов. Да, кстати, представляете, там на входе, вот как мы сюда заходили, там висел такой большой знак и сообщал о том, что здесь бесполетная зона. Летать запрещено. Представляете? Ну, это на дроне, кстати. Я сейчас вам этот знак покажу. Вот он, желтенький, видите? Вот так вот. Причем написано и на русском, и на английском. Ну, как? Значит, здесь не хухры-мухры строится. Видите? No-fly zone, бесполетная зона. Смотрите, какая жестокая реконструкция. Стойте, стойте. Сейчас, подожди. Нифига себе. Посмотрите, как тут все разобрали. Вот это вот был вообще центральный вход. Мы тут спускались. А как на пляж проходить? На пляж не попадешь. Вообще на пляж Ревьера не попадешь? Нет. Там написано начало в Ревьера вот-вот. О-о-о. Давно. Ничего себе, ребята. Вот такая стройка проходит. Да. Так, вот на пляж нам не попасть. Не попадем, да? Вот так готовится к сезону. Видимо, здесь будет, ребята, очень-очень интересная история. Но, судя по проекту, да, здесь еще больше улучшат. Ну что, друзья, не получилось у нас с вами попасть на пляж Ревьера. Надеюсь, получится попасть в конце мая. Может быть, побыстрее закончат. Посмотрим. Посмотрим, как будет. Ну вот, как-то так. Ну, готовятся к сезону. Молодцы, конечно. Но сейчас это пока временные неудобства. Не пугайте, в раз не толкайте. Аккуратненько давай, Артем, она понюхает. Это, кстати, может быть плохая. Ну-ка, вроде он дай ей. Она у меня тоже не взяла. Я буду с камерой, она боится. Думаешь? Думает, пистолет. Артем, мне не помочь. Вот такая вот прогулка у нас с вами получилась. Не попали на пляж, погуляли по Ревьере. Все посмотрели, расстроились, что нет терминалов. Подписывайтесь на канал. Репосты делайте данного видеоролика. Я с вами прощаюсь. Увидимся уже завтра с вами в новом видео. Пока!